Депутат Московской областной думы, член фракции «Единой России» Владимир Жук, частый гость в Ленинском городском округе. Он привык узнавать о том, что происходит в муниципалитете не из официальных отчетов, а общаясь с людьми. Школа в развилке по праву считается одной из лучших в округе. Проверка готовности ее к учебному году стала первым пунктом рабочей поездки депутата. Увиденным в школе он остался удовлетворен. Вопросы вызвало состояние сеток на стадионе, но этот недочет исправят в ближайшее время. На воротах бы неплохо поменялись. Да. На воротах закуплено, да? Нет, вот большая. Или ограждающая? На воротах тоже. На воротах бы неплохо. А так все хорошо. Дело в том, что много очень народу приходит на эту площадку. Очень много. Весь поселок. Следующая остановка в деревне Дроздова. Здесь местные жители мечтают обновить детскую площадку. Старая поставлена много лет назад и пришла в негодность. К Владимиру Жуку люди обратились с просьбой посодействовать в скорейшем воплощении давней мечты детей и взрослых. Согласовали проект в целом, как планируемо. Надо небольшая, но популярностью пользуются. Здесь деревня очень нужна. Ну конечно. Тут, естественно, очень много деток. А в летнее время особенно. На каникулы детки приезжают. Позволите вашу поддержку, чтобы это нам удалось в этом году реализовать. Еще один важный визит, запланированный в нынешнем графике – посещение строящейся школы в Дрожжино. Она практически готова. Ведутся отделочные работы, собирается мебель. Но особенно сейчас, в преддверии начала учебного года, важно держать руку на пульсе. Поговорить со стройщиками, с подрядчиками, если какие-то трудности, нет ли нарушений в графике. Потому что инфраструктура, когда появляются новые жилые комплексы, это задача номер один для всех органов власти. С самого начала строительства школа находится на контроле у представителей партии «Единая Россия». И можно быть уверенными, 1 сентября она откроет свои двери для ребят. Максим Козлов, Кирилл Ванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.